Мы находимся в Чешской Республике, город Кралики. 200 километров от Брыно и 300 километров от Прайо в горах. Директор музея Марек Бартас предоставил нам возможность осмотреть эту экспозицию. Стенды посвящены различным годам. В нем развлечена полностью вся коллекция, как Марек и Бартас. Так и его коллег. Помещения, в которых разместил Марек Бартас свою экспозицию, предоставлено муниципалитетом. Марек Бартас три года назад при поддержке муниципалитета написал в Еврофонды проект. После этого было построено вот это большое замечательное помещение. После освоения Еврофонда это помещение передано в муниципалитет. Сейчас в этом музее работает 4 человека. Заработано за этот год 54 тысячи евро. Все деньги поступают в бюджет. Финансирование этого музея и его содержание осуществляется муниципалитет. Очень интересный образец, произведенный в Чешской Республике, немецкого орудия, 152 миллиметра. Данный стенд посвящен Чехии до 1938 года. Униформы союзников Второй мировой войны. Различные образцы вооружения и техники, произведенные в Чешской Народной Республике после Второй мировой войны. Вооружение пикатинца, а также униформа немецкой армии Второй мировой войны. Реалии современной жизни современной чешской армии. Но не вся экспозиция находится только внутри помещения. Также часть экспозиции находится во дворе. И самое интересное, вся эта техника двигается. На территории музея техники дают корою жизнь. Эта техника ждет своего часа. Она будет реконструирована и приведена в порядок в ближайшее время. Т-34. Известнейший советский танк. Лучший танк Второй мировой войны. Этот танк не просто постаменный. Этот танк может еще и ездить здесь, в этом музее. Можно не просто на него посмотреть, но и по желанию на нем прокатиться. Военный музей предоставляет свою технику для реконструкторов. ДОХОВАЩИНИЕСЬ. ОТС. Это комната. ВЕЛ na СИНках- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok